И, конечно, всем хочется мгновенно излечиться. Но наше здоровье зависит от нашего внутреннего подсознательного состояния, от глубин нашей души. Они воспитываются не сразу. И тот, кто хочет чудес, как правило, это люди, которые еще не научились любить и жертвовать. И вот я себе раз за разом задавал вопрос. Почему у одних прочтение книг дает выздоровление, улучшение судьбы и характера? Почему у одних случаются чудеса излечения, а у других ничего? И потом я понял, вот у вторых не сделал главный выбор. Здесь должен быть вопрос принципиальный. Да или нет? Объясню, в чем дело. Около ста лет назад в России был такой Иоанн Чуриков. Он назывался братец Иоанн Чуриков. Он был ясновидящий. Он видел, как состояние души связано со здоровьем человека. Он видел, как жадность, воровство приводит к болезни. К нему привели однажды мальчика, у которого была падучая, эпилекция. Иоанн ответил, вы хотите, чтобы ваш сын был здоров? Так вот, вы у вдовы украли вала. Верните назад, и ваш сын выздоровит. К нему пришла женщина, у которой сохла рука. Он сказал, перестань разбавлять молоко, которое ты продаешь водой. И твоя болезнь пройдет. К нему приходили люди, страдающие алкоголизмом. А в России эта болезнь давно укоренилась. О причинах, кстати, тоже можно поговорить. Так вот, что интересно. Интересно, алкоголики, когда пытались преодолеть свой недух, свою болезнь, которая идет из внутреннего греха, с трудом преодолевали свои проблемы. Обычно, когда человек пытается покончить с алкоголизмом, то процентов 10 это могут делать. Если человек обращается в церковь, живет при монастыре, молится, то процент может доходить до 30-40. У Иоанна Чурикова этот процент был около 100. Практически любой, кто к нему приходил и действительно хотел покончить с алкоголизмом, излечивался. В чем секрет? Вот здесь очень важный момент. У него люди расставались с алкоголем навсегда. Если обычно человеку говорили, вот ты не будешь пить год, два, три или пять, он настраивался на это, процент был 30-40 из лечения. А братец Иоанн говорил так. Если ты хочешь перестать быть алкоголиком, ты должен забыть об алкоголе навсегда. И если человек слушался его, этот недуг преодолевался практически в семье. Очень важный вопрос. Почему, решив бросить навсегда, они преодолевали свою болезнь? Ответ кроется в особенностях нашей психики. Дело в том, что нами управляет подсознание. Подсознание связано с душой. Подсознание сканирует будущее. В нем есть информация о прошлом, настоящем и будущем. То есть это гигантская кладовая. Подсознание – это часть того общего коллективного вселенского сознания, которое существовало с начала возникновения жизни. А наше сознание – это несколько десятков лет. Поэтому нам кажется, что мы управляем миром, управляем собой. Но на самом деле главные процессы осуществляются подсознанием. Все процессы физиологические, скажем. Сердце бьется, кишечник переваривается. Это все подсознание. Попробуйте сознание вторгнуться в этот процесс, и вы умрете. Так вот, у подсознания есть одна особенность. Оно поддается влиянию сознания. Но это влияние происходит тогда, когда это все идет на фоне, скажем так, многократных повторений. Долгого срока. Информация проходит тогда, когда она считается жизненно важной в подсознании и вплетается вплоть до того, что в наших генах она отпечатывается. И в подсознание входит то, что имеет стопроцентное подтверждение. Скажем так, вы 99 раз сказали «да» и один раз сказали «нет». В подсознании ваша информация не пройдет. Вы 90 раз заходили и один раз отказались. Ваше желание в подсознании уже будет проходить с трудом. То есть для того, чтобы подсознание зелой информации стало реализовывать, должно быть стопроцентное подтверждение. Что такое стопроцентное подтверждение? Говоря языком религиозным, это называется «вера». Редактор субтитров А.Семкин